привет всем хорошим людям здравствуйте дорогие друзья друзья конец недели надо делать солянку я вам хочу показать видео которые я считаю по итогам недели заслуживают внимание чтобы с вами поделиться их обсудить они достаточно будут все-таки все позитивные поэтому хорошего настроения приятного просмотра первое видео которого я хочу начать я не знаю как его правильно назвать наверное это предложение русских оккупантов от которого невозможно отказаться поехали читаю комментарии мне пишут по ходу из россии пишет вы срочно переходите на сторону рф и война очень быстро закончится так как тебе сказать это нам сначала херсон надо освободить потом крым потом он луганск донецк а потом уже одна только на вашу сторону перейдем перейдем но все постепенно потому что ценность солдата в украинской армии самое главное друзья следующее видео которое хотел бы вам поделиться сделал андрей паук блогер из белоруссии вместе в понедельник интервью много людей и блогеров сделала обзор на первое сентября особенно на усатого таракана как он пудрил мозги школьникам и я считаю самый лучший обзор краткий на две минуты самый добрый веселый сделал андрей паук с его разрешения я с вами делюсь кто-то видел версию двухдневной давности он мне сегодня сбросил небольшой обгрейд поэтому здесь новая версия 1 сентября наш президент в роли педагога провел урок историческая память дорога в будущее я как президент взял молотком размажил голову женщины что не узнать расчленил на куски порубил ванну забросил и водой залил я это не скрываю и что кого-то наказали нет сделай вывод это очень редко слава богу бывает пожалуйста вопрос можно ли с вами сфотографироваться о формат урока был очень неожиданным мы будем укреплять наши отношения с нашим основным стратегическим партнером это барак обама сволочь в плен не брали царство ему небесное они начали сбрасывать доллары но тут подвернулся случай с россией это высочайшая своем развитии страна империя мерзавцы такие что дальше некуда вам нравится эта информация я это нормально воспринимаю это не просто лекция все было серьезно в душу ходите один раз в неделю туалетную бумагу стирайте и внезапный вопрос от президента ну вы но вы видели откуда кукла водили выбрали телефон вы видели стрелками вам показывали куда идти не не видели вы чё в интернете не сидите и у ребят было что спросите у главы государства сделал себе парень майку с портретом гитлера и сердечки это характерно для молодежи еще раз я себя вспоминаю в это но это было белорусский народ эту страницу сразу же закрыл эфире речь президента мог слышать каждый а еще о том чем в своей новейшей истории мы по праву можем гордиться национализм нацизм фашизм где мы его берем один источник россии ну это просто отмороженные люди ответы переросли по сути в большой интересный разговор мы националисты о марзалюк националист раньше был больше сейчас меньше бейте режьте русских отрезайте им то отрезают русским голову это нормально ребята мы исключительная нация и что кого-то наказали сделай вывод ты не сказал как тебя зовут иван иван русский да ну вот видите чемодан вокзал россии александр лукашенко был на все на связи абсолютно со всеми школами и вузами страны чтобы знать как двигаться вперед до свидания я считаю все хорошо андрея получилось если у вас есть к нему вопросы чтобы я в понедельник на интервью задал оставляйте пожалуйста в комментариях я постараюсь максимально все вопросы ему задать следующее видео которым я хочу с вами поделиться она называется когнитивный диссонанс в русской голове свои мысли озвучивают юрий шевчук давайте посмотрим до сток устали иди да вот у меня есть друг прекрасный мужик золотые руки я ему говорю что вот на западе там не так плохо как те рисуют там человек защищен ну посмотри давай эти свожу филляндию да нахер мне твоя филляндия там посмотри там медицина бесплатная там образование бесплатно там зарплаты другие он все время где-то работает колымит ему постоянно начальство не платит денег а он где да нахер мне твоя филляндия не поеду я никуда там все рабы игру оба на почему так ему страх потому что есть он туда приедет и увидит что там действительно так как я ему рассказывал если он это поймет то у него будет просто беда и горе и он поймет что он думал совершенно неправильно и воспринимал мир неправильно и жизни людей и вообще все боязнь когнитивного диссонанса да друзья это факт знаете исходя из этого видео я вам хочу показать следующее она массово пошло по сети где-то во вторник я сначала думал что это такой троллинг что ну как это на 21 век на дворе этого не может быть но смотрю его все чаще чаще репостят записывают обзоры блогеры я полез в интернет и нашел это правда и ртр это рассказывает только они подают под соусом что у всех есть граждан российской федерации стиральные машинки особенно там просто это национальные обычаи и традиции поэтому мы тратим деньги из бюджета мы помогаем людям но вы сейчас услышите это волшебное слово увидите репортаж негодование российской журналистики называется она очень просто полоскалки импортозамещение возврат в девятнадцатый век технологии того же века поехали ежегодно городская администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание полоскалок которые пользуются большим спросом у населения сумма контракта составляет 250 тысяч рублей в перечень работ входит ремонт и содержание в надлежащем виде мест для стирки и полоскания белья по словам жителей дымковской стороны еще две недели назад они обратились с просьбой передвинуть с сухого берега полоскалку воду это было сделано только сегодня по условиям контракта подрядчик обязан регулярно мониторить состояние полоскалок и своевременно устранять все недочеты но как мы видим эти обязательства выполняются не в полной мере видимо это поручень но находится он далеко не на своем месте кроме того что подрядчик не отслеживает обмеление реки не передвигает полоскалку воду своевременно не придается значение правильности установки объектов так называемый стол для стирки белья по мнению стюжан должен находиться с правого бока а не в центре по их словам стирать и полоскать белье при таком расположении просто невозможно насчет полоскалки в этом году я вот первый раз вижу что она не совсем такая как прежде раньше вот эти столы они стояли параллельно по сторонам и та сторона она полоскалка была развернута и поэтому когда стирали там ковры дорожки всякие им было удобно потом спустить свои ковры в речку а сейчас вот эти все ограждения они в общем-то мешают и мы видим что внутри полоскалки собирается грязь раньше такого не было сам же подрядчик считает что все условия контракта выполняются в полном объеме полоскалки установлены по всем требованиям и нормам за отслеживанием уровней воды закреплен специалист который ежедневно мониторит ситуацию с полоскалками на реке оксана митинева вячеслав голиков телеканал русский север вот так вот друзья я уверен кто-то смеялся кого-то это повергло в шок но это великая великая самая богатая по полезным ископаемым страна объявляет тендеры для полоскалок там я еще нашел кучу видео по ртр где не спорят побыстрее ставьте стираться надо вот не знаю видео 21 века из 19 но закончить сегодняшнюю солянку я бы хотел позитивным видео очень очень добрым настолько что у кого-то я уверен даже может слеза выступить слава украине живи беларусь слава засу слава засу Субтитры подогнал «Симон»